Привет! Angry Birds это серия головоломок финской компании под названием Rovio. Успех, который принесли этой компании злые птички, просто не описать словами. И сегодня мы с вами попробуем разложить по полочкам эволюцию не только игры Angry Birds, а еще и одноименных сериалов и полноценных полнометражных фильмов в нашей рубрике «В двух словах». Приятного просмотра! Angry Birds Classic, думаю, не требует представления, потому что с этой игрой 2009 года мне кажется знаком каждой. По сюжету свиньи воруют у птиц яйца и начинается война. Свиньи прячутся в различных строениях, а птицы с помощью рогатки должны уничтожить всех свиней. Каждая птица имеет свою суперспособность. Например, птицы могут ускоряться, увеличиваться, взрываться и так далее. На данный момент игра включает в себя 21 сезон, что по моим расчетам в сумме чуть меньше 1000 уровней. В 2010 году вышло продолжение, посвященное Хэллоуину, которое получило неожиданное название Angry Birds Halloween. Но ненадолго, ведь начал подступать Новый Год, и для игры вышло рождественское обновление, которое добавило в игру новый сезон и изменило название игры на Angry Birds Seasons. Тем самым, тематикой игры стали различные праздники и времена года. На двух сезонах разработчики, естественно, не остановились, и данная игра активно обновлялась аж до 2016 года. За 6 лет в игре прибавилось еще, внимание, 33 сезона. В сумме их получилось 35. В каждом сезоне плюс-минус 40 уровней, и в сумме получается игра включает в себя примерно 1500 уровней. Честно говоря, у меня уже после 10 уровня крыша начала съезжать, так что мне кажется, что допроходить эти игры до конца будет мешать смирительная рубашка. Не в обиду игре, просто мне кажется, что уровней реально слишком много. Angry Birds Rio — это третья часть серии игр, вышедшая в 2011 году, посвященная вышедшему на тот момент времени полнометражному мультфильму Rio. По сюжету игры наших героев похищают и отвозят на какой-то склад в Бразилии. Тут нам нужно спасать наших сородичей из клеток, а также уничтожать обезьян, вставших на нашем пути. Тут 8 сезонов. По сюжету в ангаре мы спасаем попугаев, голубчика и жемчужинку, а далее сражаемся с обезьянами в джунглях, на пляже и на карнавале. Далее спасаем из клеток птиц в аэропорту, а потом в самом самолете. В финальном уровне сюжета мы сражаемся с главным боссом. Это белый попугай Найджел. После победы над боссом, его засасывают в пропеллер самолета. Самолет терпит крушение, и птицы приземляются на свой родной остров. Там их вновь поджидают свиньи. Angry Birds Trilogia. Это консольная версия игры, вышедшая в 2012, которая является сборником трех предыдущих частей. Bad Piggies. Игра, вышедшая в 2012 году, является спин-оффом основной серии игр. Мы играем на стороне свиней и строим различные хитроумные устройства и средства передвижения, чтобы добраться до яиц, фрагментов карт и других предметов. Главный персонаж игры – Рос. Он помогает королю свиней добраться до финиша. Angry Birds Friends 2012 года. Мало чем отличается от классической версии игры. Тут лишь появилась функция локально сражаться с друзьями количеством очков и воевать в турнирах. Критики раскритиковали игру за то, что она поверхностная и скучная. Angry Birds Space 2012 года. Согласно официальному трейлеру, птицы, пройдя через портал, созданный ледяной птицей, поменяли свою структуру ДНК и превратились в космических птиц, которые приобрели новые способности. Но они зашли в этот портал не просто так. Свиньи снова похитили у них яйца, украв их через портал в космос. И разозлившиеся птицы с новой силой и мощностью начинают крушить все. А враги, в свою очередь, создают новое оборудование, которое позволяет им выжить в космосе. Тут 21 сезон. Перед каждым из них показывают небольшой комикс, который хоть немного вводит в курс дела. Angry Birds Star Wars. Уже третья игра 2012 года. Сделанная на этот раз по мотивам легендарных Звездных Воин. Сразу же в глаза бросаются новые локации, костюмы главных героев и некоторые их суперспособности тоже были изменены. Игра включает в себя 9 сезонов, что в сумме около 300 уровней. Сюжет игры пересекается с сюжетом фильма. И это действительно очень круто. В 2013 году вышло продолжение. Angry Birds Star Wars 2. Две эти части не сильно различаются. Правда тут мы можем вставать на сторону свиней и воевать против птиц. Angry Birds Go. Это некий своеобразный Need for Speed от компании Rovio 2013 года. В котором мы должны соревноваться с нашими противниками. У нас есть возможность выбирать автомобили и улучшать их. Также тут есть выбор водителя. И у каждой птицы все так же есть своя суперспособность. Но я немного разочаровался в этой игре, потому что тут ничего не зависит от вашего скилла. Потому что если ваш автомобиль недостаточно прокачан, скрипты просто не дадут вам обогнать противника. Я даже смог это доказать. Спустя час проигрышей я все-таки смог занять первое место. Но игра так не считает. Ну что сказать, скрипты. Также в 2013 году вышел первый мультсериал про злых птичек, который получил название Angry Birds Toons. Главные герои тут не разговаривают, а забавно чирикают и хрюкают. Что позволяет жителям всего мира комфортно смотреть сериал без какого-либо дубляжа. Сюжет не несет никакую смысловую нагрузку, однако смотреть действительно интересно. Мультсериал Piggy Tales 2014 года, основанный на игре Бэтпиггис, выполнен в 3D-стиле, напоминающем пластилиновую анимацию. Тут ненавязчивый сюжет, который показывает зрителю, насколько свиньи сумасшедшие. Но отдать должное, сериал получился забавным. В 2014 году вышел полнометражный мультфильм Rio 2, и в Angry Birds Rio вышло обновление, добавившее в игру вторую часть. Тут изменилась графика и появились новые локации. А также в одном из шести сезонов, в некоторых уровнях, нам нужно спасать дельфинов из клеток. Как такового сюжета здесь, к сожалению, нет. Angry Birds Epic. Это пошаговая ролевая видеоигра, выпущенная в 2014 году. В начале каждого уровня игрок может выбрать до трех игровых персонажей, большинство из которых птицы. Когда битва начинается, на карте появляются как игровые персонажи, так и вражеские, в основном состоящие из свиней. Чтобы атаковать, игрок может просто провести от своего персонажа к врагу. Чтобы использовать вторичный навык, игрок нажимает на самого персонажа или перемещается от него к другому персонажу. Согласен. Сложно. Angry Birds Stella. Игра про птичку Стеллу, вышедшая в 2014 году. Сюжет игры начинается с того, что Стелла приезжает на Золотой остров, чтобы навестить своих друзей. Однако армия свиней крадут ее фотоальбом, за чего Стелла и ее друзья отправляются в путешествие, чтобы забрать его. Игра включает в себя 131 уровень. А геймплей абсолютно такой же, как и в предыдущих частях. Помимо игры, вышел еще и полноценный мультсериал про Стеллу и ее друзей. Angry Birds Transformers. На этот раз, как вы уже поняли, это коллаборация с трансформерами, вышедшая все еще в 2014 году. Цель игры состоит в том, чтобы пройти от начала до конца карты, отстреливаясь от свиней. А также открывая новых птиц. Кстати, это, наверное, очевидно, но эти птицы умеют перевоплощаться в транспорт. 2015 год. Angry Birds 2. Это продолжение классической версии, которое превзошло все мои ожидания. Ведь тут максимально красивая анимация и графика. Вместо таблицы уровней тут открытый мир. И это реально здорово. В общем, после событий первой части, свиньи снова воруют яйца. Angry Birds World Tour 2016 года. Геймплей игры аналогичен классическому и никаких новых особенностей нет. Игра имеет 5 эпизодов из оригинальной игры и 30 специальных уровней. Каждый уровень имеет тематику той или иной стороны. Полнометражный фильм 2016 года Angry Birds в кино. Фильм рассказывает о том, как началось знаменитое противостояние птиц и свиней. А также ближе назнакомит с главными героями игры. Angry Birds Action все так же 2016 года была видеоигрой в стиле paintball. Главные герои тут выглядят так же, как и в фильме Angry Birds в кино. На данный момент по какой-то причине игра удалена. Angry Birds Evolution 2017 года. Геймплей тут похож на классический Angry Birds, только это 3D и камера расположена сзади. Тут большое количество новых персонажей. Для уничтожения свиней большую роль играет стрельба рикошетом. Еще существует аж 7 игр жанра 3 в ряд. Но я не хочу на них сейчас особо заострять внимание. Скажу только то, что про птиц из игры Angry Birds Match, которая как раз таки является одной из частей Angry Birds 3 в ряд, в 2017 году выпустили отдельный мультсериал под названием Angry Birds Blues. Также имеется тоже 7 игр, связанных с виртуальной реальностью. С ними, я думаю, тоже все понятно. Самой странной игрой из сегодняшнего списка, на мой взгляд, является Angry Birds Champions 2018 года. С виду, игра мало чем отличается от классической версии, и вы, наверное, спросите, а в чем ее странность? А дело в том, что игра 18+, и, насколько я понял, в ней можно играть на деньги. Но доступна она только в США и Канаде. Странности 2018 года не подошли к концу, потому что вышел официальный мультсериал, где вместо рисованных и моделируемых персонажей были обычные плюшевые игрушки. Видимо, создатели франшизы просадили весь свой бюджет в предыдущую игру. 2019 год. Angry Birds в кино 2. Это продолжение успешного полнометражного фильма. Касса мультфильма составила более 150 миллионов долларов. Angry Birds Maker Space. Это мультсериал 2019 года, который состоит из скетчей, коротких смешных зарисовок. Каждая серия длится одну минуту. Angry Birds Like Shot Stories. Последний на данный момент сериал по Angry Birds, вышедший в 2020 году. Сериал мало чем отличается от предыдущих, только если графикой. Ну а на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, что данное видео вам понравилось и вы поддержали меня лайком, а также подписались на канал, чтобы не пропустить много чего интересного. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok